Обилие снега и его таяние обычно вызывают подтопление территорий, находящихся рядом с водными объектами. Такая ситуация случалась неоднократно на протяжении последних лет в садоводческом некоммерческом товариществе «Утро», которое расположено неподалеку от деревни Кармолина рядом с рекой Воре. В прошлом году наша съемочная группа снимала, как вода затопила достаточно большие пространства в этом дачном хозяйстве. Тогда это произошло летом из-за обильных дождей, но этой весной большое количество талых вод могло привести к паводку, тем более, что здесь территория имеет довольно низкий уровень. Однако на этот раз затопления в СНТ «Утро» не случилось. Сейчас вот прямо на территории здесь есть затопление каких-нибудь участков? Ну, на сей момент я думаю, что нет. И в этом году, ну как, не затапливало, на 20-30 сантиметров поднималась вода где-то на 8-10 участках, самых низких. Всего в СНТ «Утро» более 270 собственников земли. Они здесь ведут хозяйство с 1992 года. Постоянно в товариществе проживают около 30 семей. Как рассказал Владимир Кривцов, паводки – это давняя болезнь данной территории. Ну, на моей памяти за 28 лет здесь самое сильное затопление было в 2013 году. То есть вот по сравнению с уровнем, который был в субботу, 10 апреля, уровень воды был выше на метр шестьдесят. Ситуацию с паводком в этом году на территориях рядом с рекой Воре удалось изменить благодаря целому комплексу гидрологических работ, проведенных на водных объектах в данной местности. Эти работы затронули и реку, которая своим разливом ежегодно грозила СНТ «Утро». Были проделаны определенные работы в плане очистки вори. Мы начали чистить уже месяц назад, полтора, когда даже лед стоял. Потом было КЧС области, где была скоординирована работа по водоспуску наших рек, что не привело к ураганному сливу здесь. Леонид Киселев сообщил, что в немалой степени на улучшение ситуации повлияло постоянное взаимодействие муниципальных властей с активом СНТ «Утро». В такой снежный год удалось не допустить обильного паводка. В дальнейшем гидрологические работы здесь будут продолжены. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...